Девушки отдыхают Сегодня 10 апреля, и многие из вас отмечают День Ангела. Это День памяти святого, имя которого было дано христианину при крещении. Поздравляем с именинами Баяна, что в переводе с тюркского означает «богатый». Небесным покровителем его является мученик Баян Болгарский. Святой этот жил в IX веке от Рождества Христовым. Когда на болгарский престол вступил его брат-язычник Маламир, благоверный князь Баян обратился к нему с просьбой освободить из заточения христианина Кеннамона, пострадавшего от язычников. Желание благоверного князя Баяна было исполнено. И он, увидев до крайности истощенного Кеннамона, спросил, за что он так страдал. В долгой беседе просвещенный христианин объяснил князю-язычнику заблуждение язычества и необходимость христовой веры для спасения. Бывший пленник убедил язычника отказаться от идолопоклонения и уверовать в истинную веру. Сердце Баяна открылось, и впустил он в него Иисуса Христа. А новообращенный благоверный князь, познакомившись с христианским благочестием, проникся искренней любовью к молитве, посту и богомыслию. Маломир, узнав об обращении брата в христианство, потребовал от него отречения от христовой веры и возвращения к язычеству. Однако князь ответил резким отказом, и, услышав ответ брата, Маломир приговорил его к смертной казни. Перед мученической кончиной святой князь-исповедник пророчески произнес, «Вера, за которую я умираю, распространится по всей болгарской земле. Напрасно надеются остановить ее, моею смертью». С последним пророческим словом он обратился к брату Маломиру. «От своей жестокости ты не получишь никакой пользы, и скоро тебя постигнет смерть». Все слова христианина оказались пророческими. А еще своими молитвами к небесным заступникам мы поздравляем Иллариона, Степана и Николая, а также Василия, Ивана и Янна. Не забудьте посетить храм, а если возможно, то и причаститься. С днем ангела вас, мои дорогие! Пусть все святые молят Бога о нас, да хранит вас Господь!